МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это ток-шоу на Интере. Касается каждого программа, которая меняет жизнь. Сегодня говорим о соседских войнах. Земля между домами, вражда между соседями. В Закарпатском селе Дубровка идет настоящая война за участок. Самовольно знищили межовые знаки. Нашу землю перегоривали с собой. Это она с собой все выгадала. Конфликт между соседями накалился до предела. Шляхом мирных переговоров они на уряде дойдут. А в селе Григоровка под Киевом люди уже 7 лет не могут поделить дорогу. Ну, никто же не думал, что одного раза он возьмет и перегородит, поставит ворота. После них даже пришлось мне находиться в лекаре. В студии ток-шоу касается каждого, все участники дорожного конфликта. На что готовы люди за кусок земли и смогут ли соседи договориться, не доведя ссору до кровопролития. Тема сегодняшней программы – дороги войны. В нашей студии жительница села Григоровка Людмила Погорелая. Что же происходит в вашем селе? Почему это горячая точка на карте Украины буквально? Люди добрые, как бы знали, сколько беды и горя из 2007 года заснала я и моя родина. Принесла инсульт, постоянно лекирую себя, отмолвали ноги, не ходила ногами. Это дякую только тому, что человеку так хочется, чтобы эта дорога належала ему. Еще старожили говорят про эту дорогу, людям по 97 лет вспоминают про эту дорогу. Это один единый подъезд до людских городов. Еще кинь мы ездили. И конфликт возник тогда, когда сусида побудовался. Будовался, звичайно, земельную дылянку ему дали не таких размеров, которые он уже добудовал, а дали совсем других. Поступово людине побудований был один дом, а потом добудовывался, добудовывался. Как зовут соседа вашего? Олександр Якович Соломченко. Ви считаете, человек незаконно поставил забор и никого не пускает? Он ее незаконно приватизировал, а когда уже поставлены были ворота, это был край этой ситуации. Я тут представляю интересы двух улиц. Мне по тому другому округу по улице Леніна Якрупской было выбрано депутатом. Первый раз до меня прибегла женщина, когда Олександр Якович не позволил ей идти. Это Бранец Мария Атитовна, которая живет рядом с Олександром Яковичем. В жахах таких людей меня не пускают в эту дорогу и допоможите что-нибудь сделать. И сколько лет вы судите? Судимся, воюем мы с 2007 года, а судимся мы с 2010 года. А что на возмущение вашего отвечает сам Александр? Ну, он считает, что он все это делает законно, у него есть документы, а людский фактор для него совсем не считает, что это люди. Сегодня к нам для участия в эфире приехала и ваша дочь Диана Пасюк. Приветствуем. Здравствуйте, Диана. Вы тоже активный участник этого разбирательства. На что способен Александр ради дороги этого клочка земли? Он за эти годы залякал мою родину до такого, что моя маленькая дитина, проходя через его двор, она называет его дядя Соломченко-Бабай. В него рушится, он говорит, дом, правильно? Потому что он находится возле дороги. Вот, смотрите, эта дорога, мы предложили, где он поставил гаража, сместить дорогу и туда ездить. Не, мало. Мало того, что в сусида метр земли он забрал, так ему надо же поставить вот там гаража и загородить струмов. В нашей студии Тигран Григорян, психолог-конфликтолог. Добрый вечер. Из того, что я услышал, может ли один человек, если все это правда, терроризировать целое село? Может, да, может. Если село не способно себя защитить, и человек себя чувствует безнаказанным, то может. Ну, во-первых, ни одна дорога не стоит здоровья. То есть вот через 7 лет этой войны, то есть эмоционального негатива. То есть, расскажите об Александре, что это за человек? Я могу только сказать одно, когда ты спілкувалася с Галиною Михайловной, его дружиною, яка, до речи, выросла на этой улице. А сейчас, или под тиском его, или как, когда люди собираются и говорят, Галя, что ты говоришь? Вона каже, нет, тут дороги не было. То вы все... И когда люди звертаются и говорят, Галя, ну ты же выросла, мы же с тобою тут ходили. То Галина Михайловна на это, совсем, держит сторону Александра Яковича. Я никогда не видела, чтобы у них были какие-то гости, чтобы они спілкувалися. Постойно вышли, двери закрыли, замкнули, сели, поехали. Как охарактеризовать эту людину? Давайте послушаем, что говорит еще один житель села, ваш сосед Николай. Внимание на экран. Он мало того, чтобы залякувал там одиноких женок, которые порядка живут. Когда люди проходят по этой дороге, он кричит, погрожает, и я вам буду там кидать на машину, если вы будете ездить, я доходился там. Людина, яка, мабуть, живется тем, что пьет кров у всех сел, у всех суседей, у всех селян. Хочу пригласить в студию Александра Соломченко. Приветствую. Я хочу всем вам сказать, что на сегодня все село настроено против меня, против моей сады, против этого. Все село. И в этом деле, кто настроил его, то это представник, который, я слушаю, передать, что у нас из одного слова правды нет сказания. Из одного слова. Понимаете? Значит, я и семья, и сегодня, не шуми, дайте мне говорить, и сегодня я вам не просто на слова. Каждое мое слово подкреплено документально. Каждое мое слово. Понимаете? Есть документы, все есть. Причем документы заверены, заверены печаткой в государственных органах. Понимаете? Вы говорите, у вас документы, у Людмилы тоже вон целая папка документов. И я не могу понять, чем ваша правда, правдивая правда Людмилы. Я ответил. По генплану села и по будивельному паспорту, значит, подъезд до моего будинка должен был проходить, значит, из дороги по улице Крупской. Но он должен был проходить и делить, значит, земельные делянки моих сусидов пополам. Ну, как я могу так сказать, заради себя забрати что-то в людей. И мы решили, значит, подъезд до моего будинка сделать побережение. Значит, я выполнил подъезд, и с этим подъездом люди были непогоджи. Были случаи такие, что даже кидалися, угрожали меню вельми, косами, то, что я их забираю, траву. Для того, чтобы покосить кролям, значит, кидались на меня. Первые сусиды таком часу отбивали пороги в голове села, чтобы он заборонил будивать мне этот подъезд, по этой стежине. Это же то, что было, я рассказываю, что оно было в письме. Мы понимаем, Александр. Ну, вот, Людмила, рассказ Александра – это рассказ великодушного человека, который не думает о себе, а думает о селе. Допустим, раньше этой дороги не было. Допустим. Я не был в вашем селе, не знаю. Но чем вам мешают соседи, если они могут ездить по этой дороге? А они, во-первых, это не дорога. Это подъезд до моего будинка. Дороги дальше нет. Нет, это подъезд всего лишь до дороги. Дальше, что, значит... Ну, Людмила говорила, что вот этим, я не знаю, дорогой, тропинкой, как ее называть можно по-разному, люди пользовались давным-давно. В нашей студии Галина Михайловна Соломченко, супруга Александра. Здравствуйте. Ваш муж Александр угрожает, Людмиле. Никому он не угрожает. У него даже такого в натуре нет. Людина 40 лет и работает руководителем. Он не может угрожать никому. А он очень добрая людина. И спокойный. Ну, конечно, выводят из себя. Дело в том, что по генплану села цей дороги нет. Была стежка. И дороги не было. От нашего будинка... Но Людмила назвала эту дорогу чуть ли не артерией вашего села. Людмила живет с 80-го года. Она не знает. Она ходила до школы, и она ее не видела. Там, где Людмила прихватила землю, там действительно когда-то брали мешки и сушила. Людмила? Людмила прихватила землю. Незаконно. Забудовала все незаконно. А какое отношение земля, которую, как вы говорите, прихватила Людмила, имеет отношение к вашей дороге? А с того, что дорога до ее будинка, подъезд, идет с улицы Крупской, не с берега, а с гидно документов и с улицы Крупской. И не надо. И она перекрыла дорогу, которая объединяла берег речки. То есть во все виновата Людмила? А потому, что ее зятю выгодно ездить целью бережиною. Если вы так заботитесь о всем селе, и, по мнению односельчан, это удобно людям, так разрешите им проезжать рядом. Он подъявится на карту. Подъявится, Александр Якович, на карту. Воно видно на карту. Бачите? Бачите. Куди иде та дорога, бачите? Подъявите оно. Значит, двухколейка накатана от моего будинка, она не отвечает статусу дороги. И это подтверждается документально. Мы все, кажется, большинство из нас есть вводит гаранту. И он документ. Он дивится. Иснует документ. А что на этом документе? Он показана дорога. То уже показывают объездную дорогу, которую Александр Якович самовольно забравши чужую земельную диланку изробит. А это кто сказал, что самовольно. Выбачьте. А куда ведет эта дорога? А та дорога ведет. До людских городов. Он подавится, сколько людей користуется той дорогой. Обождите. Не надо сказать. И сейчас все люди, у кого там огороды, вынуждены обходить. Где они? Они не могут обойти, потому что не пустая господа. А как они к своим огородам добираются? Ну, на данный час, после судов, Александру Яковичу скасовали все державные акты и заборонили перекрывать дорогу. Вот это мы пока користуемся. Что говорят ваши соседи? В нашей студии Галина Головко. Добрый вечер, Галина. Там всегда была дорога. Уже 31 год я живу на этой улице. Та улица всегда существовала и существует. Їх там на этой улице не было. Галина Михайловна, там жили батьки. В ней батьки были очень прекрасные. Мама золотая людина. По этому селу ходила кухаровать. До нее всегда люди приходили в хату. И она до всех ходила. А потом, например, ее зять Соломченко, он не ходил до тещи, до своей. Бо он не считал ее, я так думаю, не считал ее за людину. Подождите. Подождите. Стоп, секунду. Если все так, почему Александр так поступает? Так как он хочет загородить городу, дорогу туда, так нам даже не будет куда вертолетом ехать. То есть в ближайшем будущем вы на городы попасть вообще не сможете? Не сможем, да. Не сможем. Им... Не надо руками махать. А вы позносите свой самобуд, как вы забудовали свою земельную садибу. Вот. Перекрили проезд на земельную дельянку. Вот. И будете ездить. Навище же вы забудовали? И сказать нечего вам. Вот именно. Не надо. Не. У меня есть, что много сказать. Правильно. Мы в улице Ленина и в улице Крупской все время туда и заезжал в трактор огорать урода. Завозить гной. Конечно. Что кому треба, все заезжали. Навище навоз везти через свою дверь. Даже, даже все время, как урод орался у его тещи, его теща сказала, я дурна, что ему дала кусочек этой земли, потому что не было у меня... Так, все, все, все. Мы перешли уже на тещу. Влад Волошин, журналист, радиоведущий. Здравствуйте, Влад. А вот этот конфликт для меня, как снежный ком. Вообще, реально ли примириться людям? Стоит настолько дивно, потому что, ну, по-перше, вам обоим мае бути стыдно за цих пару метров. Но тут явно видно, кто винен в этой ситуации. Потому что, по-перше, когда я даже в своей квартире в подъезде делаю ремонт, я иду до соседей, выберу подписи и говорю, вы погоджуете, что я буду шуметь? У вас даже совести нет сейчас говорить о том, что вы делаете неправильно. Вы спираетесь на какие-то документы, что они у вас есть. Мы знаем, в какой мы стране живем, и что не всегда документы говорят правду. В той момент, когда в Украине питание самосуду очень гостро встает. Вам не было страшно за свою семью в первую очередь? И вы позволили себе перекрыть головную артерию села, не порадившись с теми, кто живет біля вас. Про какие людские якости ваших можно говорить в первую очередь? Да! Вы закупили дорогу? Будь ласка, побудуйте еще одну, заасфальтованную. Так я и сделал. Где вы сделали? Да, объездную дорогу сделали. Подождите, кто... Постает вопрос, кто дурный? Один из них нет села, или вся громада? На экране сделана дорога. Думайте, на экране сделана дорога. Я сделал. Так он же перекрытый, этот подъезд. А они перекрыли ее. Они развернули, сруйнували ее. Людмила, а зачем вы перекрыли дорогу, которую за свои деньги для вас построили Александр? Я просто объясню вам. Значит, объездная дорога, если вы, пожалуйста, обратите внимание на экран, сделана, видите, под каким кутом. И сделана она в болоте, люди добрые. В болоте. Вона не асфальтована, как это вам рассказывают. Ни. Я сейчас вам расскажу один случай, когда домогозятя терминово выкликали его на работу и приехал начальник по нему. В Александра Яковича Галини Михайловне светло горело. Едет объездной дорогой. Машина сносит машину, потому что дождь пройшел. Машина перевертается. И что же вы думаете, делают мои дорогие соседи? Выскакивают допомогти, выключают светло и ховаются. А зять бегает, шукает машину и вытягивает эту машину. А, что, на месте брехат? Как на месте брехат? Александр, а какой дорогой должна ездить в село скорая помощь, пожарная? По улице Крупской. По улице Крупской. А улица Крупской до самого будинка доходит. А это объездная Крупская? Нет, прямая дорога по улице Крупской. Почему? Почему спецтранспорт не может пользоваться улицей Крупской? Цю дорогу переносят до улицы Крупской, переносят до одного будинка. Понимаете? До одного будинка переносятся улицы. И называют его улицей Крупской. Я хочу предоставить слово вашему адвокату Игорь Гадецкий. Доброго вечера. Доброго вечера. Я окончательно запутался. Обратите внимание. Никто не сказал с самого начала, что была побудована новая дорога. Подождите, пожалуйста. То есть, по вашей информации, все селяне к своим огородам могут проехать через свои участки? Конечно, это обычная работа. И вопрос стоит в том, что дорога Крупской, она вела доставка. И эту дорогу ездили все доставки. Конечно, все, кто живет по этой дороге, не желали заезжать в его руху. И все. Спасибо за то, что прояснили. Я сейчас, секунду, уточню у Галины. Там по улице Крупской, по улице Ленина, так все хаты построены, что нет заезда. Но адвокат, он располагает документами, человек говорит, что у каждого жителя деревни через свои участки есть доступ к своим огородам. Нет, не могу. Я покажу, я покажу документы. Галя, какая у тебя ширина подверья? Я покажу все документы. Какая у тебя ширина подверья? Ну, как разница? 60 метров. И тебе нет, чтобы сделать заезда. Вот ситуация выглядит так. На экране люди прожили 90 роков. Ну и что? Петро Власенко, сколько прожил роков? А сколько Петро перекрывал дорогу? А с вилами кидался? Ни одного раза? То ты не видела, ты не видела. Так хай Микола Иванович расскажи. Люда, тебе должно быть соромно. Ну да, мы не за вас сором много виноваты. Это стихийная тропа Сусанина, которую протоптали селяне для своего удобства. Человек построил дом, создал условия, другие, по которым можно селян добраться. Дальше есть соседка, которая вступила в этот конфликт. То есть ей это не понравилось. В принципе, элементарно завести людей. Это называется эмоциональное заражение. Можно настроить людей. Людмила вас завела, Галина? Человек успешен, построил дом, есть такое понятие, как жалец. Галочка, для чего, например, закрывать дорогу? Построили вы себе хату, строите сколько хочешь, да? Галочка, а что там объезду нет? Не надо всю дорогу закрывать. Галочка, если бы Пасюк не ездил ночами, ночами не возил будильный материал, за полтора метра от окна, то, пожалуйста, ездили сколько угодно. Но ты не знаешь, как можно спать, как можно спать. Секунду, секунду, секунду. Я понял, что вскрылось очередное абсолютное зло в вашем селе. Это некий Пасюк. А тебе делать, делать, повалю. Из-за него вы, собственно, и перегородили судорог. Вот тебе за него, не за него, тебе за него она получила, а тебе конфликт подняла. Вопрос к Сергею Стельниковичу, адвокату Людмилы. Здравствуйте. Сколько судов было по этому делу и выполняются ли решения? На сегодняшний день пан Соломченко не владеет юридично этой земельной делянкой, оскільки все решения про надел, про затверджение документации скасованы. Два государственных акта, которые посвящают право властности, скасованы. Он решил помститься и, в первую очередь, не выполняю, игноруючи решения всех судовых инстанций Украины, он просто-напросто, как, остается на этой земельной делянке. Решение судов выполняется? Решение судов, прибрати с земель загального использования, тимчасовые строительства, гараж, стопы. Александра. Так, ему обязано. От решения у нас прошло уже полтора года. Это решение игноруется, не выполняется. Позвольте, я уточню. Решение суда не выполнено сейчас. Значит, адвокат трошки виляет, не в ту сторону. Тут, по-моему, все виляют, адвокаты. Ну, нет, так вот... И вы... Я услышал две правды от адвокатов, а в студии есть третий адвокат. Оксана Абросимова, добрый вечер. Добрый вечер. Что происходит в этом селе? Право в том, что я почула дві позиции, и каждая позиция, как завжди, вважает себя правыми. Проте вы не указываете, что все-таки есть решение суду с обязательным характером, которое обязало вас снести угрожение, так? Да. Есть такое решение суду. Вы его выполнили? Не выполнили. Почему? На зову. Где именно, на каком участке в улице Крупской мне сносите стовпи, какие стовпи, электричные, или какие стовпи. Если вам не понимали, вы имеете право вернуться к суду за объяснением этого решения. Хай я это вернулась. Нет, вы, если вам не понимали, что сносите, вы вернулись к суду, и вам суд объясняет, что мне нужно сносить. Мне не надо, меня облаштовывают все. Вы знаете, что сказал судья? Судья в зале сказал так. Оце, если бы мы были на Кавказе, мне бы легче делать. Вы бы там себе перебили бы все. Ось, смотрите, у меня вот такая книга. Григорьевка. Вся эта книга, вся эта книга. История этой Григорьевки. И вы понимаете, когда я открываю эту книгу и читаю, что саме за все годы, на последние 20 лет, одна сторона, в которой сказано, что благодаря новобудовам эта Григорьевка отримала асфальтовые дороги. Мой клиент, он керевник дорожного управления. И все, что он мог, он делал. Это все никаким образом не впливает на конфликт. Понимаете, который нужно решить. Вы по роду своей деятельности адвокат. Вы защищаете клиента. И вы никогда против своего клиента, который вам заплатил деньги, не скажете плохого слова. Никогда. И вы прекрасно знаете. Вы столько лет вели на телевидение программу суд. Вы были главным миротворцем. И вся страна считает вас миротворцем. И в этом ключе вам доверяет. Почему вы, видя, что юридический конфликт решить невозможно, почему вы не предложили им просто сесть за стол переговоров и по-человечески договориться. Ну нельзя враждовать все эти годы. Самое это и было сделано. Мировая угода документальная. Вот, пожалуйста, мой коллега подтвердите. Пишите ему слово, что была мировая угода и кто был инициатором. Справа в том, что вы понимали, мировая угода есть. Суть, действительно, пан Годецкий, я очень поддерживаю его думку, что мы должны всех помирить. Но дело в том, что мировая угода строится лишь на одном принципе, что территориальная громада, целая улица должна выполнять забаганки пана Соломченко. Мировую угоду. Вы же, она подписала мировую угоду? Я вибачаю. Мировую угоду, нам запреконували, как умови спогодили. Вы должны выполнить дорогу за нашу угоду. Навище так сказать? Олександр Якович все люди знают. Ну, я вижу. Но скажите, коллега, кто брал себя делать? Мы же написали, что я там написал на Годигорьском. Космосу видно, что там дорога уже есть. В нашей студии Виталий Борисюк, актер. Здравствуйте, Виталий. Добрый вечер. Есть, знаете, поговорка такая. Закон как дышало, куда повернул, туда и вышло. А тем более, если у человека появилось влияние финансовые возможности. Все это идет оттуда, из тех веков, когда были вот такие амбиции захватнические, когда вдруг захотелось, отдай-ка я заберу кусок той земли, там леса лучше, реки лучше. У соседа всегда все лучше. Кроме жены иногда. Послушайте, я знаю, что у вас были конфликты с соседями, но вам удалось все споры разрешить. Как? Все это сводилось к каким-то бытовым вещам. Соседи вдруг на балконе начинают жарить на мангале шашлыки, и весь дом задыхается от этого ныма, да. Но... Как вы поступаете в таком случае? Я просто говорю. Я просто... Пригласите меня на шашлыки, говорите вы. Да, да. Ну, вы знаете, может быть, я как-то убедительно говорю. Не довожу дело до конфликта. Поэтому все находим, приходим к общему знаменателю, и шашлыки жарятся там за домом. А вы можете пояснить, чему, когда есть пропозиция мировой, люди не идут на переговоры, а споры? Вы знаете, вы сказали, как бы они жили на Кавказе, то там бы по-иншему вырисовались. Это судья сказал, что я вам скажу. Нет, я хочу сказать... Да, мы говорим, что люди виноваты. Виновата государство. У нас сотни тысяч таких конфликтов по всей Украине. И что будет каждый идти друг друга с войной, будут суды заняты. Государство заварило эту кашу, оно должно его расплевывать. Я хочу попробовать подвести черту. Александр, вы так потираете руки, давайте все так... Да я говорю правду сказать, Людмила. Я уже понял, что вы говорите правду, и Людмила говорит правду. Нет, там брехня. Честно, как вы обращаете. Но это... Александр, я даже не знаю слова. Стоп, секунду. Если Александр... Выконает решение суду... Обещает, что он построит дорогу за свои деньги. Если Александр Якович... Выконает решение суду, залишит дорогу по не болоте, а нормальному проезде, что через два года тої дороги не существует, и он сховается так же, когда кто-то перевернется в болоте и потонет, так же, как он ховался до этого времени, не допомогающий людям. То есть поставить точку вашей истории невозможно. Поставить точку вашей истории, я понял, невозможно. Потому что с одной стороны болото, с другой стороны соседи. Да. Победитель. Победитель. Это червовая улица, которая не имеет до сих пор названий. Это тропинка, которая должна стать улицей. Может быть, герои нашей следующей истории смогут договориться. Одна из соседских войн никак не может завершиться в маленьком селе Дубровка, недалеко от Ужгорода. Внимание на экран. На Закарпатье в селе Дубровка уже много лет длится война между соседями за эти участки. Вера Валько уверена, что семьи королей и шпантаков отобрали у нее часть земли, которая досталась якобы по наследству от матери, и делят землю между собой. А женщину с мужем-инвалидом хотят и вовсе выжить из села. Семьи королей и шпантаков другого мнения. Землю никто не захватывал. Соседи уверены, что она принадлежит им по праву и подтверждают это документами. Внимание, страсти в Дубровке не могут улечься уже более 15 лет. Там ситуация усложняется тем, что спорят между собой три семьи за один земельный участок. Я хочу пригласить в студию Веру Валько. Приветствую. Добрый день. Я, Александра, на вашей стороне. Потому что у меня такая самая ситуация. Я одна против всех. У судового порядка уже 9 роков и 8 месяцев. А воюемы и своими сусидами уже багато роков. Сосед сам отдал эти земли. Потому что он согласился. Он согласился, что он эти самострои свои уберет за это. А потом умер. И вот так осталось. Хорошо. Какова цена вопроса? Насколько большой и дорогой всем этот участок земли? Знаете, это моя батьковская земля. И вы считаете, что весь этот участок земли полностью принадлежит вам? Шириной 41 метр. 31 сантиметр. Вера Васильевна, я одного не могу понять. Вы знаете размеры своей земли до сантиметра. Да. На каком основании ваши соседи сказали, нет, мы тоже будем претендовать? Но я не думала, что соседи еще заберут и наш тот клочек земли, который еще не захопили раньше. Вы воюете 15 лет. Мы много. А где вы силы берете? Знаете, я верила в это. Я ишла до суду. Я знала, что мне будет тяжело бороться за свои права. Потому что побороться с мову соседей, родинных связков, коррупцию. Но я верила в это, что свет не без добрых людей. И я найду справедливость. И она додавала мне эта вера бороться за свои права. Елена Хижина, актриса в нашей студии. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Мы пытаемся вам помочь. Я родилась и прожила всю свою юность и детство в общих квартирах, когда жили по несколько семей и стояли в очередь в туалет и в ванную. Но это было романтично. Мы учились мудрости в этот момент. Не дай бог, чтобы мои дети вот так боролись за клочек земли. А вам, извините меня. А вы попробуйте, попробуйте. Не хочу. А вам лучше бы открыть ворота и написать часы проезда. Пусть люди днем ездят, а ночью не ездят. Вы думаете, люди не пойдут на это? Нет. Ради открытых ворот. Что не те люди? Что не те люди? Не пьют. А я думаю, пойдут. Нет. Днем же вам не мешают. Как же я могу дозволить проезжать машине, коли машина, вантажная машина 100 тонн еде. Значит, грунтовые воды залягают на глубине одного метра. Институт подтвердит. Послушайте. Вибрация. Трещать стены. Ну, как можно ездить? Александр, я не знаю грузовых машин, которые весят 100 тонн. Ну, чего это не манайте? Это танк весит 40 тонн. Я не знаю, у вас там боевые действия проходят? Прицепом, значит, грузовая машина щебня. Я хочу вернуться в село Дубровка. Представьтесь, пожалуйста. В село Дубровка. Тем более, что Вера Васильевна говорит, что вас поддерживает. И у нее такая же ситуация. Она похожа на ситуацию. Один из наших героев сказал, куда смотрит глава сельсовета. В нашей студии глава сельсовета. Речь идет о Дубровке. Тибири Ригу. Добрый вечер. Я третий сельский голова, который попадает, за слов Веры Васильевны, является коррупционером. У нас все равно не расколот. Просто Вера Васильевна. Выникли какие-то амбиции и не зрозумели. Подождите. До сантиметра, женщина говорит, это земля моих предков. У нас есть шнурвак книга Кулгоспа. Это история. Сколько рассчитывалось за дворосподарством батьков Веры Васильевны. предъявляет, предъявляет, божает, чтобы в земле надел был гектар 30. То есть этот человек, которого в конце 40-х, как вы говорите, раскулачили, сейчас решил раскулачить Веру Васильевну. Он не раскулачил Веру Васильевну. Господарские будильные у Шпонтакеевны годы побудовы, 38-й. Роды побудовы у королевны, туалетная кухня, как я вижу, маленькая. Это 50-е годы. И все это время и мама Веры Васильевны, и сейчас Вера Васильевна мирились с этой планировкой. Мама Веры Васильевны залишила заповедие на явности генеральный план. То есть по документам все верно? По документам все верно, я правильно понимаю? Это просто амбиция. Скажите, я хочу вас уточнить. Если бы вы оказались в подобной ситуации, вы бы боролись за свою землю, как Вера Васильевна? Ну... Дон Кихот боролся с ветряными милинами, да? Вы бы были Дон Кихотом, вы бы боролись? Нет, можно боролись за то, что оно належит мне, а быть, как я говорю, Дон Кихотом, чтобы просто что-то придумать. Он прикрывает. Кого прикрывает? Корешнего, переднего главы Сельской Рады. Он у нас уже третий. Подождите, второй прикрывал первого, третий прикрывает второго. Голова Сельской Рады изменил кадастровую справу. Теперь за то треба нести ответственность. Я выхожу... Вера Васильевна, Вера Васильевна, я вас не перебивала. Я вас не перебивала. Я вас не перебивала. Будьте добры. Вы когда встречаете членов семей, с которыми вы воюете, вы с ними здороваетесь? Нет. Нет? Нет. Соседи Веры Васильевны, с которыми она уже много лет воюет за землю, сразу после рекламы окажутся в этой студии, смогут ли наши гости их помирить? Скоро вернемся. Это шоу на интере касается каждого программа, которая пытается изменить жизнь. Тема сегодняшнего эфира – Дороги войны. Вы когда встречаете членов семей, с которыми вы воюете, вы с ними здороваетесь? Нет. Нет? Нет. Они хотят отобрать мне то, что они еще не захватили сами. О чем говорят люди, которые по другую сторону баррикад? Это коалиция из двух семей – семьи Шпонтак и семья Король. Они также приехали к нам для участия в эфире. Я хочу пригласить в студию Юрия Короля и Наталью Шпонцевичу. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Ваша соседка Вера Васильевна утверждает, что вы над ней издеваетесь и хотите отобрать землю, которая принадлежит ей по праву и принадлежала ее даже прадедам. Николи в жизни такого не было. Уже, хвала Богу, 40 лет я там живу. И эта земельная дилянка, эта ширина, как у нас, у Король, так и у Шпонтак не изменялась. Началось изменять из ее вымислов. Хочу 2 метра, хочу 4 метра, даже было по 8 метров. Юрия, то есть вы считаете, что Вера Васильевна претендует на вашу землю? Конечно. Наталья, вы считаете, что Вера Васильевна претендует также на вашу землю? Так. Почему вы не здороваетесь с Верой Васильевной? А как можно с ней здороваться, когда она всех ображает, детей даже не допускает до сады? Наталья, вырубала целый шар виноградника. Не выбраны до теперь картофель и кукуруза. Вот такая тоже. Соби тоже не даст ни чужому сделать на этой земле. И сама не делает. А вам не надоело столько лет враждовать? Нам надоело. Нам надоело. Давайте послушаем, что говорит муж Веры Васильевны. Внимание на экран. Верой Васильевна. Топор в грудь и в спину кинет. Это, чтобы вы знали, что можно придумать. Придумать, чтобы вы были в селе. Что можно придумать еще, кроме этого? Забить, ударить. Нашу, мне, то это нужно. Ни кому не нужно. Ни одним соседовым, ни другим соседовым. В нашей студии Геннадий Пугачев, продюсер. Добрый вечер, Геннадий. Я смотрю, у вас это дело жизни. А им это, честно говоря, настолько, ну уже вот здесь сидит. Понимаете? Кто у нас кулаки был, кто не кулаки. Вот сидит адвокат один, второй, третий, четвертый. Образование давало государство. Государство давало гарантии того, что судебная система его работает. Значит, пусть государство и сносит. Приняли решение снести дорогу. Взорвите ее к чертовой матери, эту дорогу, понимаете? Снесите ее. Получается, что люди сидят... Вот я не против вас. Я вас понимаю. Вы уцепились за эти бумаги. Знаете, отцепитесь. Отцепить вам, ну, станет легче жить. Александр, радуйтесь, что Гена не живет в вашем селе. А мы всегда в нас живем все языки. Я хочу вам сказать следующее. Вот смотрите. Вот, ну, здесь, ребят, вы ничего не сделаете, пока не умрете всем. Спасибо за представление. Вот, а тот человек, который, вот, ну, это правда. Вот. А тот человек, который, вот, с дорогой, не с дорогой. Вот смотрите, вы, вы нормальные. Я смотрю, жена у вас красавица. Вы красавица, вы нормальные. Договоритесь сами. Вам там жить, жениться, размножаться, понимаете? Ну, и... Геннадий, браво. Все рецепты. Если все-таки не удастся следовать совету Геннадия, что делать нашим героям? Я хочу сказать, что у нас так закон прописан, что можно трактовать в одну сторону, в другую. Суды принимают решение. Один суд в одну сторону, другий в другую. Конфликт судов, решений, конфликт интересов. Зустриньтеся, поспілкуйтеся, прийдите до единої думки, оскільки будете жити 20 років, судитеся 20 років, помрете дітям у спадщину суди. Навіщо вам? Діти будут судитися потім. Для чего цю проблему своим нащадкам передавати? Давайте задумаємся, что, какое наследие ви оставите своим детям? Вы передадите їм эту войну. И каждый останется со своей правдой. Не знаю, может быть, по-женски вам наша милая героиня даст совет. В студії программы Юлия Бруковская, ресторатор. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. Знаете, за будь-якими морально-этичными релігійними нормами хапатися і триматися за майно – це великий гріх. Добре, якщо ми всі маємо на чому їздити, де жити. Але головніше – це мати гарні стосунки із громадою або з найближчими людьми. Я переконалася уже неодноразово, що помиритися – це найкращий шлях, який Бог вам підказує. помиритися всі, підити проти свого... Тигран, Григорян – це стиль життя. Вони, якби, заполняють свій смысл в житті, варяться в цьому всім. Чем відвіряється чоловік? А люди кажуть, що встали від цього. І в то же время чоловік бореться далі. Ну, коли чоловік 20 лимонів несет на плечах, йому кілометрів 40 йдти, він теж встає, але несет. Дело в тому, що люди стали людьми тогда, коли научили договариваться. Все остальное – це звері. Хорошо одеті, на машинах, я на самолітах, не знаю, в домах, без домов. Але це звері. Те люди, які не вміють договариватися между собою, в них мало чоловічного. Вот многие здесь выбрали конфлікти як стиль жизни. На що ви готові для того, щоб договариватися і перестати пити друг другу кровь? Готові сей спокійно говорити без взаємних упреків і обид і в розпомінанні, як це було там 100 років тому чи 20 років тому? Я вже давно готовий. Замечательно. Ну все готові. Нам не треба ці вини. Нам не треба. І новий виноград виростить, все буде хорошо. І новий виноград виростить. Наталія, ви готові? Перестануть ходити по судам, ми не маємо нічого. Нам то не треба. Вера Васильевна, Юрій і Наталія приглашають вас на новий урожай винограда. Придете? Так, минуточку. Я зрозуміла. На даний час, щоб люди в студії зрозуміли, що я в суд би не подавала, я їм казала, люди добрі, лишіть мені 2 метри звідти, 2 метри звідти. І я в суд не буду подавати, тому що в мене немає грошей. Але їм все треба було загарбати. Підкопати мені хату, підкопати мені ворота, підкопати мені хлівтя і ззаді щось інше. Так, а що ще не ковдуть? І зараз подумайте собі, що я на теперішній день. Так, вони в мене вже із 41 метра ширини земельної ділянки, вони мені лишили 9 метрів, вже не 14 і не 13, а тільки 9 за їхніми документами. Які тепері вони вважають нововиявленими обставинами і третій раз звертаються. Ну, ви ж самі кажете, люди добрі, так будьте добрі, що не пробачте ви їм цих 3 метри. Так, я перенесла 4 важкі стреси, які загрожували моєму житті. Так і ви ще 4 метри, вони хочуть заволодіти моїм майном. Зараз ось така ситуація. Я стояв за борт, там, 50 одроків, там, ніде тепер стоять. Юрі, ви сказали, що ви готові все, к новій житті. Вера Васильна, мне искренне жаль, що ви не можете договоритися. Я розумію, як ви прив'язані до своєї землі. Тут була душа, скільки вас споряджування воно мене не перенесли. Верю, і ця земля для вас, от і є ваша душа, як ви вважаєте земля ваших предків. Александр, готова? Ні. Ні. Все зрозуміло. Людмила, ви готова? Я готова, але ж тільки не одна я, а всі вулиці Леніна і Крупської. Ми готові. Бо ні одного позову в суд ми не подавали. Все це подавав Олександр Яковлевич. Ну на вістю. Слыште, ну судя по названням улиц вашого селі... Тут пішли позов, чий був? Секунду, Олександр. Судя по названням улиц вашої селі Леніна і Крупська, я думаю, що вас ждет революція і переворот, так що готовьтесь. Да, да, да. Во все времена земля была одной з главних причин конфліктов і вій, но отношения, любые отношения, человеческие, простые, доверительные, вони дороже всех матеріальних ценностей. Тем более, коли, не дай Бог, ми оказываємось в беді, і соседи – це те люди, хто в першу чергу нам придет на допомогу. Давайте об этом будем помнить. Спасибо, що смотрели і думали. Це касається каждого. До свидання. Дякую.